Не хватает женской энергии на природе гулять. Но это то, что я пол лекции чему посвятил. Делать то, что я сказал первую половину лекции. Не хватает женской энергии, поэтому замерзшая беременность. Нематочная беременность означает, зачатие произошло без очищения женского организма. Нужно голодать на соках сначала, нужно подготовиться к зачатию. Голодание на сырых соках, хатха-йога, то есть упражнения статические. Держим долго ноги в одном положении, шпагаты там всякие долго, чтобы каналы прочистились. Каналы прочищаются тонкие, потом на грубом плане тоже все прочищается, восстанавливается. Если было кецарево сечение. Надо заниматься очищением матки. Хатха-йога, очистительное голодание, природа. Рубец рассасывается сам. Просто правильная жизнь. Активизировать соки вот эти вот овощные в организме, чтобы они энергию вниз направили. И все там берется рубец. Матка самовосстанавливающаяся орган. Где-то за год. Год будете делать, все нормально и восстановить. Как сделать так, чтобы родить нормально? Для этого надо искать нормальных акушеров. Это не должно быть спонтанным процессом. Надо изучать. И если надо заплатить деньги, надо заплатить деньги. Поймите, роды должны происходить в обстановке крайне спокойной и благоприятной. И еще, не надо соглашаться на роды вне медицинских условий. Это просто безумие. Если вам говорят, что все будет хорошо, не верьте этим людям. Они вас могут погубить. Потому что обязательно там, где происходят роды, должна быть хирургия рядом. В любой момент может быть необходимость помочь выйти ребенку. Поймите, это не то, что я против людей, которые помогают рожать. Я просто говорю о том, что часто бывают смертельные исходы. Я знаю несколько примеров.